Масленичная неделя продолжается. И по старинной традиции в эти дни не только пекли блины, ходили в гости, устраивали гуляния на улице и дарили подарки. Важный атрибут масленицы – чучело, сделанное своими руками из соломы или других подручных материалов. Куклу-масленку или семейный оберег начинали делать в первый день масленичной недели и весь год хранили в красном углу. Это оберег, который должен охранять дом, изымать все плохие силы. Ну и для красоты, наверное. Технология изготовления оберега довольно проста. Домашнюю масленицу традиционно делают из соломы, ткани, ниток или даже бумаги. Мы сейчас делаем масленицу. Сейчас будем делать уже рубашку и все остальное. Одежду для оберега делают из красивых тканей, в отличие от чучела, которая сжигается в последний день масленицы и символизирует окончание зимы. Оно делалось исключительно из тряпья, тоже безликами обязательно, потому что если есть у куклы глаза, естественно, она в себя может выбрать какой-то дух, впустить. Это считалось неприемлемым, этого боялись очень. И большая соломенная кукла, она всегда была выше человеческого роста, как все злое и то, чего человек боится и от чего он хочет избавиться. Поэтому ее и сжигали на площади. А эта куколка, она вот такая дородная делалась, в отличие от той, что она была немощная, страшная. Вот это вот дородная кукла. Мастер-класс по изготовлению кукол прошел в этнокультурном центре в рамках региональной акции «Масленичная неделя», которая приурочена к всероссийской акции «Народная культура для школьников». В этой акции принимают участие все учреждения культуры сельские и городские, также Ниньского автономного округа и проводят различные подобные мастер-классы, которые мы проводим сегодня. Встречи со школьниками, рассказывают о том, что такое «Масленичная неделя», какие проходят мероприятия в рамках этого праздника и знакомят детей с традиционной культурой. Всероссийская акция «Народная культура для школьников» проходит с начала года и включает несколько направлений. Таких, как фолк-уроки и этноперемены, на которых школьников также знакомят с историей и традициями народов России.